Узнать, больны ли вы сейчас коронавирусные инфекции и способны ли заразить других, можно только с помощью ПЦР-теста и то с учетом его точности. В отличие от Москвы, в нашем регионе бесплатно сдать такой анализ можно только лицам, контактировавшим с ковидниками и по медицинским показаниям. В Москве уже давно начала работать система массового тестирования жителей столицы на коронавирус. В Саратове добровольно пройти такую процедуру можно только за деньги в частной клинике. Обойдется это порядка 3000 рублей с доплатой в 500 рублей в случае, если медработник выезжает к вам на дом. Готовится такой анализ около трех дней. Внизу ставите сегодняшнюю дату 30-е, но 7-е. И здесь, смотрите, вы заполняете договор только по инициалу своей подписи, расшифровку вашей подписи. Забор материала для проведения анализа методом ПЦР может осуществляться двумя способами – через носы и рот и глотку. Как заверяют частные клиники, такой тест сокращает вероятность ложно-отрицательных результатов. ПЦР проводится на приборе американском, фирма «Биорат». Смысл заключается в том, что выделяется из биоматериала нуклеевая кислота РНК и определяется, есть ли РНК, которая характерна для коронавируса. Если она есть, то мы ее на приборе на этом определим. Мы используем тесты зарегистрированные производства российского фирмы ДНК-технологии, Вектор Бест, Института эпидемиологии московского. То есть те тесты, которые зарегистрированы в установленном порядке, они используются не только у нас, но и в других лабораториях в России. Результат, в принципе, готовится на один рабочий день, но у нас до трех, потому что если возникают какие-то сомнения, мы должны перепроверить результат, прежде чем выдать его окончательно. Если раньше мы любой сомнительный или положительный результат отправляли на подтверждение в Институт Микроб, там они верифицировали наши тесты, то вот мы поработали, они провели анализ Роспотребнадзора и решили, что у нас лаборатория достаточно надежная, и нам дали право выдавать результат окончательно, не отправляя в Институт Микроб. То есть мы сами верифицируем свои тесты. То есть если у человека есть симптомы, он приходит, задает анализ, у него результат отрицательный, то, конечно, нужно повторить, потому что даже во всех руководствах написано единичный отрицательный результат не является, ну, как сказать, окончательным. С недавних пор у саратовцев появилась возможность бесплатно сделать тест и на антитела. Наша область вошла в число 22 регионов, которые приняли участие в пилотном федеральном проекте по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Среди жителей Саратовской области тестирование на наличие антител коронавирусной инфекции проводилось в период со 2 по 17 июля. В соответствии с протоколом в исследованиях принимали участие 7 возрастных групп. Это дети от года до 17 лет, а также взрослые 6 возрастных групп. Среди жителей Саратовской области в тестировании приняли участие 3375 волонтеров. Изначально предполагалось, что тест пройдут 2688 желающих. Из-за нехватки тест-систем, которые пришлось дозаказывать, случился сбой. И те, кому до сих пор не пришли результаты, обязательно их получат в ближайшее время, заверяют в региональном Роспотребнадзоре. Как только я увидел объявление на сайте Роспотребнадзора о том, что можно принять участие в программе по определению антител, я сразу подал заявку. С второго попытки записался, и пришла в СМС, меня пригласили прийти в ближайшую поликлинику, сдать анализ. Все организовано было на высшем уровне, никаких очередей. Заполнил согласие на обработку своих данных, сдал анализ. Через неделю пришел результат, что у меня антител G не обнаружено. Тесты на антитела различаются по своей чувствительности, методами анализа иммуноферментной или ИФА, или экспресс-тест, а также компаниями-создателями. В Саратове частные клиники предлагают тесты российского, американского, китайского и немецкого производства. Разброс цен соответствующий – от 800 рублей до 2,5 тысяч. Для чего же нужен этот тест? Мало кто слышал, но уже начинает внедряться еще один метод внедрения иммуноферментного анализа, то есть ИФА. Что он дает? Это не прямой метод, потому что мы при этом методе непосредственно не определяем наличие от этого вируса, действуем не по его структуре, а ищем ответ организма на внедрение этого вируса в организм. То есть выработка вот этих вот иммуноферментных элементов на него, в частности, это иммуноглобулины, М, Г, и мы можем определить фазу, имеется ли ответ организма на этот вирус, и косвенно сказать, вы болеете. И имеется ли ответ продолжительный на этот вирус, что вы переболели этим заболеванием. Отсутствие этого, это уже доказано, иногда отсутствие этого белка, который отвечает за вот этот иммуноглобулина, это не значит, что человек не переболел или нет вируса, потому что иногда организм реагирует и вырабатывает по-разному эти вещи. Но в массе своей, в большом количестве тестов, и это дает то главное, что нужно эпидемиологам и нужно врачам. Фактически это напряженность иммунитета населения к этому заболеванию. Так, например, Москва уже констатировала, что вот этот иммунитет в Москве составляет 50-60%. Точность анализа чаще всего зависит от качества сбора материала, рассказывает нам заведующий лаборатории Эдуард Федотов. Ну, экспресс-тест – это тест по определению антител, но не в лабораторных условиях, а непосредственно даже при пациенте можно сделать, взяв кровь у него из вены или из пальца. И есть такие, типа, кассет, которые позволяют определить наличие или отсутствие антител качественно, то есть они либо есть, либо нет. За короткий период? За короткий период, за 20-30 минут, да. Такой экспресс-метод используют в работе с медицинским персоналом и силовиками, которые находятся в зоне риска. И еще решением регионального правительства, всем работникам бюджетных организаций исследований по ПЦР будут проводиться за счет работодателя.